Здравствуйте! На канале ГРТ новости. В студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах выпуска. День начала вывода войск из Афганистана отметили в Камраде. Храмовый праздник отметили в селе Тулия. В Камраде чествовали лучших спортсменов. Общественная компания ГАГАОЗИ радиотелевизиону направила обращение в международные организации в связи с ситуацией, с которой столкнулось общественное телевидение ГРТ в ходе своей деятельности. В нем отмечается, что Совет по ТВ и радио Молдовы проверил ряд программ, таких как «Глаз народа», «Обсуждаем вместе», «Гагаози» и «Гюнь-Гюнь-Дэн», а также лайф-трансляции, посвященные проведению в Гагаози мероприятий к 10-й годовщине референдума 2014 года. Во время лайф-трансляции были представлены мнения публичных лиц и гражданских активистов, депутатов Народного собрания и парламента, которые, как считает Совет по ТВ и радио, содержали нарративы с элементами призывов к ненависти, сепаратизма и сознательной дезинформации. На заседании от 26 апреля этого года Совет по ТВ и радио рассмотрел результаты мониторинга и на основе выявленных нарушений, согласно пункта 3 ст. 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах защиты национального аудиовизуального пространства, согласно которой и трансляция аудиовизуальных программ, призывающих к разжиганию ненависти, представляющих собой дезинформацию, пропаганду военной агрессии, контент экстремистского характера, контент террористического характера или угрозу национальной безопасности запрещается. СТР наложил штраф в размере 60 тысяч лей на общественную кампанию ГРТ. В обращении отмечается, что ОВК ГРТ является всего лишь платформой для отражения мнений и опасений, царящих в автономии, мы не передергиваем, не вырываем из контекста, не манипулируем и не интерпретируем мнения наших жителей, общественных деятелей и властей. Риск повторного применения жестких санкций по отношению ГРТ ставит телеканал перед необходимостью ограничить доступ к участию в своих программах как представителей руководства ГАГАУЗИ, так и многих общественных деятелей. В обращении содержится призыв к международным организациям, учитывая важность данной проблемы и ее потенциальное влияние на деятельность ОВК ГРТ, рассмотреть данные обращения и приложенный отчет, поддержать ТВУК ГРТ и не допустить отзыва лицензии на вещание. В общественную кампанию ГАГАУЗИ Радио Телевизиону поступило обращение от жителя села Кирсова Ивана Никологла. Он сообщил, что его сельхозугодия пострадали в результате опрыскивания гербицидами соседних полей. На место выехала комиссия с целью обследования полей. Тему продолжит наш корреспондент. По словам жителя села Кирсова Ивана Никологла, принадлежащие ему виноградники, а также некоторые пропашные культуры, пострадали от гербицидов, которыми с помощью дрона обрабатывали близлежащие соседние поля. Здесь проведены были зеленые операции, обломки, двойники убраны, нормировка урожая. Ну, после 10-го числа я при объезде этого участка, я обратил внимание, что все побеги искривлены. Искривлены, видимо, получили побеги какие-то химические ожоги, ожоги гербицидом. По направлению ветра, как было, они так и искривились. Это очень больно, потому что виноградник, он так же, как и человек, это живой организм. Иван Никологла отмечает, что после таких травм для восстановления кустов требуется около трех лет. Сейчас моя задача, надо подобрать такую систему питания, чтобы возбудить заново ростовые процессы, чтобы дали какие-то боковые ростовые процессы, подобрать правильно элементы питания, содержание аминокислот, полезных питательных веществ. Это очень больно, но придется его восстанавливать. Еще неизвестно, какое опыление будет. В такой же ситуации оказалось поле, принадлежащее жителю села Кирсово Ивану Томайлы. По его предположению, вред был нанесен агродроном, которым опрыскивали соседнее поле. Этот дрон, чем выше летает, тем больше вероятность сноса. Вот смотрите, что это. Он пустил себе. Все, он не должен вытаскиваться неповрежденное растение. Она так легко не должна, потому что ее корни хватаются за почву. А раз так легко вышло, она все, она умирает. Для выяснения обстоятельств произошедшего была создана комиссия с участием представителей местных органов власти, агропромышленного комплекса Гагаузии и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Действительно, виноградник пострадал от действия гербицида, от обработки гербицидной по широколиственным сорнякам. То есть, скрюченные гофрированные листья, на концах листовая пластинка начала высыхать. Молодой прирост также полностью деформирован. Это то, что мы определили визуально. По словам инспектора, для выявления нарушителей необходимо провести ряд мероприятий. Экономический агент, который проводил обработку, у него внеплановый контроль проводится. Будет проверяться журнал применения средств фитосанитарного назначения и копии накладных на препараты, которыми он проводил обработку. На основании этих данных мы делаем официальный запрос в Кищенево, в гидрометеослужбу. И на эти числа, на это время, они дают ответ, какова была скорость ветра и роза ветров. Согласно законодательству, обработка по суше разрешена любыми препаратами при скорости не выше 3 метров в секунду, а воздушным 3-4 метра в секунду. Экономический агент, в отношении которого Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов намерено провести проверку, отказался от интервью, при этом отметив, что были соблюдены все правила опрыскивания. Об итогах проверки мы узнаем в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов и проинформируем общественность. Алена Терзи, Григорий Ставилов, Ирина Резунец, ГРТ Новости. 15 мая отмечается 35-е годовщина вывода войск из Афганистана. У памятника афганцев собрались ветераны этой войны, чтобы почтить память павших и возложить цветы к мемориалу. Подробнее в сюжете Олег Голодко. Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане и Гагаузии Петр Мавради подчеркнул, что важно помнить этот день как историческое событие и выразил уважение к участникам войны. 15 мая 1989 года была заложена, на этом месте заложена капсула памяти и потом был построен памятник, памятник нашим землякам, кто не вернулся с афганской войны. И мы собираемся здесь ежегодно, 15 мая, чтобы отдать дам памяти всем тем, кто не вернулся с афганской войны. Председатель Совета воинов-афганцев села Кангас Дмитрий Есир подчеркнул необходимость сохранения памяти об этом дне и передачи исторического опыта молодому поколению. Сегодня мы собрались, чтобы помянуть ребят, которых нет с нами, встретиться с боевыми друзьями, потому что нас уже осталось мало, в мирное время очень много ребят умерло. И встретиться, пообщаться, и чтобы наша молодежь помнила, что были такие афганские события. Всем здоровья хочу пожелать. Ветеран афганской войны Василий Герчу отметил, что важно помнить этот день. Любая война, она ни к чему хорошему не приводит. Только разрухи, изгинание народа, собственные земли и так далее, ненависть друг к другу. Это надо помнить, это надо приумножать, это надо рассказывать. В этот день я пожелаю всем, самое главное, здоровья и мира всем нашим соседям, государствам, по национальствам. Всего хорошего, мира и здоровья. Самое главное, мира и здоровья. На протяжении 35 лет дважды в год отмечается День вывода войск из Афганистана. 15 февраля и 15 мая. Эти дни напоминают о важности исторического опыта и уважения к тем, кто принимал участие в этой сложной войне. Олег Глотко, Вячеслав Кысалик, Сейгерчу, Новости ГРТ. 15 мая, в День Святого Афанасия, село Этули отметило свой храмовый праздник и 213 лет со дня основания населенного пункта. Подробнее в репортаже нашего корреспондента. Храм села для жителей Этули начался со звона колоколов. С раннего утра в местную церковь Святого Афанасия пришли сотни прихожан, чтобы помолиться за здоровье своих родных и близких, а также будущее населенного пункта. Настоятель церкви Ростислав Драгушин отметил, что это один из главных праздников для жителей села Этулия. Дорогие мои тулицы, я от всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником в честь Афанасия Александрейского, нашего святителя, нашего отца духовного, нашего покровителя. Здоровье, молитвы, воздержание и соединение с Господом. Все эти четыре слова имеют каждое свое значение. Я их произнес один за другим, чтобы не дать объяснение покороче. Одним словом, что сеете, то и будем пожинать. С праздником вас, дорогие мои ангелы-хранители. Башкан Гагаузи Евгения Гуцул пожелала родному населенному пункту процветания. На сегодня приготовлено очень большое мероприятие, как и со стороны премарии, так и я в качестве башкана от нашей команды. Будет много сюрпризов для жителей Этулии. Я надеюсь, им всем понравится, и этот храмовый праздник для них будет особенным, красивым и ярким, который останется на долгие годы в памяти. Примар села Этулия Наталья Попова поздравила всех жителей села с храмовым праздником. У нас есть уже выигранный проект по поводу расчистки русла реки Кагул. Мы уже разыграли тендер, ждем уже работы. По поводу ДК могу сказать, что заявка подана. И ждем хороших результатов. Если одобрится наша заявка, то будем только рады. Я поздравляю всех жителей нашего села с нашим праздником села, с храмом села, с Днем Афанасия. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Желаю всем мирного неба над головой, чего сегодня нам очень не хватает. И всех благ нашему селу. Мы каждый год вместе с селом отмечаем этот праздник. Каждый год нам устраивают какие-то интересные конкурсы. Всегда программа есть. И спасибо большое всем, кто это организовывает. И с каждым годом все интереснее и интереснее. В этот день добра, здоровья, мира, благополучия. В последнее время мы больше говорим о мире. Это очень важно для нас. Потому что все так сложно сейчас для нас, для всех. Конечно же здоровья. Прежде всего здоровья, взаимопонимания, благополучия, Божьего благословения нам всем. Чтобы каждый год проводился такой прекрасный праздник. Пожелать всем здоровья, благополучия. Чтобы наше село процветало каждый год. Было таким же зеленым, красивым. Наш народ очень добрый. В этот день местные власти чествовали семейные пары, прожившие вместе 50 лет. Примар Силая Тулия Наталья Попова отметила, что такие люди являются настоящим примером любви и верности. Мы хотим пожелать им огромного здоровья, благополучия. Чтобы они были опорой друг для друга. Чтобы оберегали друг друга. Ценили, уважали друг друга. И чтобы был мир на земле. Башкан Гагаузи Евгения Гуцул поздравила юбиляров Силая Тулия. И отметила, что семья – это самое главное в жизни каждого человека. 50 лет – это очень большой срок, в который уходит и понимание, и терпение, и силы, и любовь. Вот это и является семейными ценностями. Депутат Народного собрания Гагаузи от Силая Тулия Михаил Попов пожелал юбилярам долгих лет супружества. Вы создали семью в 1974 году. Я думаю, что в нашем селе в 1974 году создали семью не один десяток семей. Но мы сегодня честим вас 10 семей. То есть вы показали нам всем пример, как должна быть семья. И чтобы прожить вместе 50 лет – это целая героизм, скажем так. В этот же день всех жителей и гостей села ждали увлекательные спортивные мероприятия и праздничный стол. Татьяна Ставилова, Олег Дулогла, Леонид Орфанос, Ирина Резунец, ГРТ Новости. С февраля по май 2024 года 23 лице автономии были вовлечены в проект «Единство в многообразии», внедряемого Ассоциацией интеллектуальных игр Республики Молдова при финансовой поддержке Фонда Восточная Европа за счет средств, представляемых Швецией. Главная цель проекта – предоставить возможность более глубокого понимания демократических основ и общечеловеческих ценностей. В Камраде прошла финальная игра, которая определила победителей проекта. Четвертое место занял лицей Гаврила Гайдержи, третье – лицей села Казакле, второе место занял лицей имени Аксинти Должненко, первое место – лицей имени Лучафрол. Образовательные игры, конкурс рисунков, флешмобы по продвижению демократических основ, общечеловеческих и европейских ценностей. В эти процессы были вовлечены учащиеся лицеев автономии с февраля по май текущего года. Итоги конкурса рисунков «Единство в многообразии» были подведены ранее. Представителям Ассоциации интеллектуальных игр было сложно выбрать всего лишь 12 победителей из сотни присланных работ. Было принято решение поощрить еще 12 участников. Также команды победителей внутришкольных интеллектуальных игр собрались на финальную игру. У нас была очень увлекательная программа, связанная с опросами людей на улице, для того, чтобы выявить актуальные проблемы в нашем регионе, в нашей стране. И затем у нас был комплекс из интеллектуальных игр, который включал себя три раунда на школьном уровне, для того, чтобы выявить команду, которая поедет, которая соберется здесь. И нам с командой довелось выиграть школьный этап, и мы рады представлять нашу школу на данном этапе. Проект «Единство в многообразии» был воспринят с энтузиазмом и интересом, отмечает председатель Ассоциации интеллектуальных игр «Молдовы» Евгений Поляков. Очень было интересно наблюдать за видео, как местные жители откликались на флешмобы «Единство в многообразии». Мы были очень-очень рады. Нам уже давным-давно пора всем понять, что действительно «Единство в многообразии» вне зависимости, на каком языке говоришь, какой-то национальности. Мы все живем в одной стране, и мы всем хотим мирного и хорошего будущего нашей страны. Главная цель проекта «Единство в многообразии» — укрепление школьного самоуправления и продвижение демократических ценностей. За эти три месяца ребята не просто сами много узнали о демократии и ее принципах, но и делились этой информацией с обществом. На данный момент замечается тенденция того, что молодежь уезжает за границу работать, учиться работать в Европу. И это получается такая компания информации для них, ведь они узнают о своих правах, о возможностях. Мы провели огромную работу в связи с этим проектом, поучаствовали во флешмобе, мы проводили свои интеллектуальные игры, получили огромный опыт, что в будущем, думаю, нам поможет в общении с людьми и так далее. Если оценивать его от одного до десяти, наверное, десять, потому что, во-первых, нам всегда с ребятами нравилось играть в интеллектуальные игры, и это наша последняя игра, наверное, пока мучаемся в школе — «Last Dance», если знаете такое выражение по-игрыски. Вот это наш «Last Dance» с ребятами, мы надеемся, что займем первое место. Евгений Поляков отметил, что сотрудничество с образовательными учреждениями и профильным ведомством Гагаузии будет продолжено. Гагаузия и управление, главное управление образования Гагаузии для нас такой надежный, уже даже не партнеры, мы уже как бы в дружеских таких отношениях теплых состоим, и мы как бы никуда отсюда не уходим, и на юге, и на севере, и в центре Гагаузии нам всегда, для нас это как второй дом. Учебные заведения, достигшие лучших результатов, награждены сертификатами на сумму от 350 до 1000 евро. Средства будут направлены на приобретение спортивного инвентаря для образовательных учреждений. Валентина Чубан, Владислав Табачук, Алексей Герчу, Новости ГРТ. Торжественная церемония награждения лучших спортсменов Гагаузии по итогам спортивного сезона 2023 года прошла в Доме культуры муниципе Камрад. Спортсменам автономии удалось завоевать 230 медалей на республиканских и международных соревнованиях. Подробнее в сюжете. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул поздравила всех спортсменов, пожелала им удачи в дальнейших соревнованиях и поблагодарила за их вклад в развитие региона. Гордимся вами и берем с вас пример мужества и стойкости, проявления характера и силы. Вы вдохновляете нас на дальнейшую работу, мотивируете молодых, только начинающих свой путь спортсменов. Желаю вам всех в новом спортивном сезоне успехов и новых громких побед. Заслуженный тренер Молдовы Николай Дудогло подчеркнул, что их достижения являются результатом не только индивидуальных способностей, но и огромного труда тренеров и поддержки родных и близких. Со следующей недели разрабатываются документы открытия в Гагаузии школы подготовки спортсменов высокого класса, где будут приниматься спортсмены старше 18 лет, тоже школа для взрослых. И она будет для всех видов спорта. Там, где у нас будут результаты, значит старшие ребята будут подступать, получать стипендии, питание и все, что нужно для того, чтобы они защищали влагу Грузии и Республики Молдовы на чемпионатах мира и, конечно, Олимпийских игр. Начальник управления молодежи и спорта Вячеслав Дрогой подчеркнул готовность региональных властей поддерживать молодых спортсменов и обеспечивать необходимые условия для достижения новых вершин в мире спорта. На различных соревнованиях было завоевано 213 медали, из которых 57 золотых медалей, 63 серебряных медалей и 93 бронзовые. На чемпионатах Республики Молдова завоевали 51 золотая медаль, 55 серебряных и 90 бронзовых медалей. На чемпионатах Европы 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей. На чемпионатах мира 4 золотых и 3 серебряные медали. В Гагаузе функционируют 10 спортивных школ и 1 спортлицей. В этих учебных заведениях воспитываются 3029 спортсменов под руководством 133 тренеров. Олег Лотко, Зинаида Канцер, Владислав Табачук, Алексей Герчу. Новости ГРТ. В завершении выпуска о погоде. В Гагаузе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер от 5 до 7 метров в секунду. Температура воздуха. В Камраде днем составит 17 градусов тепла, ночью плюс 5. В Чадр-Лунге днем плюс 17, ночью 2 градуса тепла. В Волконяштах днем плюс 17, ночью 5 градусов выше нуля. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok